Так, друзья, всем привет! Очередное видео записываем. В данном обзоре я немножко хочу поговорить о рациях компании Baofeng. Совсем недавно к имеющимся у меня уже двум рациям с гордыми маркировками у 1 Baofeng и у 2 Pafun. О них я, кстати, тоже немножко сейчас отдельно расскажу. У меня добавилась еще одна рация этой же компании Baofeng, немножко более дорогая, то есть при средней стоимости таких раций где-то от 1000 до 1500 рублей в зависимости от колебаний курса доллара. Вот эта рация стоит около 2000 рублей, ну и выше, конечно же. При покупке на eBay обычно получается очень часто выгода чуть ли не в два, в три раза. В данном случае можно ее приобрести, по-моему, где-то ты, рубли, по-моему, за 1800, может быть, 1600, если пойдете на какую-то акцию. Вот, то есть, в принципе, никаких акций мне найти не удалось за 1800, экономим всего 200 рублей. Я подумал, зачем откладывать покупку и сразу приобрел здесь в России. Вот, соответственно, комплектация, в принципе, стандартная. То есть, здесь мануальчик у нас идет. Сама рация, антенка, аккумулятор, прищепка, темлячок. Темлячок, в принципе, нормальный здесь, вот этот шнурочек на руку, да. Гарнитура. Гарнитура, соответственно, с двумя кнопочками 5T, push-talk. Вот, гарнитура, вот само ухо мне не очень понравилось, как бы я за, все-таки за какую-то другую реализацию выступаю. Гарнитуры немножко я попробовал попользоваться, мне не понравилось. Сама рация мне понравилась. Естественно, я ее использую вместе с двумя другими своими, то, судя по обзорам, которые я видел в интернете у других видеоблогеров, качество этой рации выше, качество связи лучше, меньше помех. По крайней мере, при использовании двух UV-шек 82, действительно, на расстоянии, там, до пяти километров, достаточно уверенная связь. Это очень хорошо. Еще немножко, если так, я понимаю, там куча обзоров уже на эти рации, я так кратко только не буду тратить время. У нее вот эта вот двухдиапазонность Баофенга изначально, она развита до своего логического какого-то окончания, и, то есть, во-первых, можно мониторить две частоты, во-вторых, можно вещать в двух частотах по очереди, нажимая ту или эту кнопку, соответственно, в ту или иную частоту. Для чего это нужно? То есть, если у вас, например, грубо говоря, одна группа вещает на одной частоте, вторая группа, например, на другой частоте, здесь, к примеру, охрана сидит, здесь, например, какая-то служба эксплуатации. Я, например, могу и с охраной, и со службой эксплуатации быть на связи при помощи этой рации. Значит, что еще можно вообще, что можно обо всех этих рациях сказать? Вот этот вот Паофунг и Баофенг, это, в принципе, одна и та же рация UV-5R, стандартная, народная, всем известная. Вот между ними, да, то есть, между ними есть разница по шильдикам и по штатной антенне, то есть, мне, по крайней мере, пришло с разными этими антеннами штатными. Еще здесь темлячок у Паофунга почему-то пришел какой-то совершенно левый, я не понимаю, почему они на этом сэкономили. Я вижу смысл использовать эти рации 5R только с увеличенным аккумулятором, то есть, вот такой специальный у меня есть увеличенный блок под часть аккумуляторов, позволяет использовать максимально долгое время эту рацию в режиме разговора, в режиме мониторинга. Стандартные, штатные аккумуляторы этих раций, они никудышные, то есть, их хватает буквально, я не знаю, чуть ли не на месяц, наверное. После этого их, наверное, только выкидывать, либо там раскрывать и пытаться там что-то пошаманить с аккумулятором, заменить еще что-то, то есть, он не пригоден. То есть, рация удачная, аккумулятор очень неудачный. То есть, стандартная рация, она вот идет такого размера, очень компактная, и аккумулятор такого же размера. Вот. Эта рация, если сравнивать UV82, она, конечно же, чуть-чуть побольше получается, можно так сравнить. Но если сравнить с увеличенным, то по размеру они уже, увы, даже меньше, как вы видите. К тому же, по сравнению, вот так вот, если сравнивать, они, в принципе, сопоставимы. Наверное, за счет аккумуляторов более тяжелых все-таки, чуть-чуть потяжелее. Вот. Какая разница еще между Баофенгом и Пофунгом? То есть, между 5 и 2 рациями. Почему? Тут я их использую уже практически год. У Баофенга у меня никаких проблем здесь, ни на река, ни на антенну, ни на что, ни на контакт аккумуляторов, ни на пластик. Естественно, рации используются интенсивно, падают и прочее. С Баофенгом, вот, с 5-сер, с маркировкой Баофенг все в порядке. У Пофунга у меня начались буквально, я не знаю, через несколько месяцев уже какие-то проблемы. Вот эти вот фиксаторы здесь пластиковые у меня отвалились. В общем, началась какая-то нехорошая история с Пофунгом. Что-то как-то тут приходится уже там придумывать, шаманить, не всегда он контачит. Качество связи, дальность, все, в принципе, устраивает. И у этих то, что у УВ-82 качество связи повыше, это, конечно же, приятно очень. Зарядное устройство УВ-82 тоже мне, в принципе, понравилось, достаточно такое добротное. Оно отличается. То есть, здесь модель CH8, у 5R там CH5 зарядное устройство. То есть, вот эта рация у меня в эксплуатации примерно неделю. Вот, в принципе, достаточно хорошие впечатления. Аккумулятор мощный, то есть, вот я общаюсь достаточно интенсивно. Второй день, и аккумулятор у меня не подводит вообще никаких проблем. То есть, мне кажется, наконец-таки решена проблема вот с этим штатным аккумулятором. Они его сделали хороший стоящий. Значит, по антеннам. То есть, антенны на Баофенге и на... В принципе, одна и та же антенна. То есть, они между собой совместимы. То есть, спокойно можно взять с этого Баофенга антенну и поставить её на Р5. Пожалуйста, никаких вопросов. Всё совместимое. То есть, можно взять, например, антенну на Гую и поставить на УВ-82. Тем самым мы получаем рации. Так, удачная. Плюс ко всему, с хорошей антенной. Чувствительность и прочие характеристики должны ещё больше увеличиться. Единственное, конечно, габариты этой антенны. Но вот, пожалуйста, можно включить, но помониторить, там, поразговаривать без проблем. Качество фонарика. Тут его, конечно, вроде пытались сделать более эффективным за счёт вот. Цветоотражателя реализовали. Но на практике, в общем-то, этот фонарик, по-моему, даже хуже светит. Никакого смысла в этом фонарике и в его доработках особого нет. Отличается немного крепление аккумулятора. То есть, здесь мы, собственно говоря, должны нажать на защёлку и отщёлкнуть. Аккумулятор здесь отстегивается при помощи нажатия вот этих вот клавиш боковых. Вот. В остальном здесь вот эти разъёмы. То есть, всё, в принципе, всё то же самое. Кабели для программатора такие же. То есть, всё совместимо. В принципе, моделька очень удачная. Почему? И большинство функционала, и всё совместимая начинка была перенесена сюда. Вот. Рации удачные. Могу рекомендовать их к приобретению. Вот видите, у меня их, это все три мои рации. Я их все использую по работе. Вот очень доволен. Так, ещё дополнительно, что хочется сказать про рации, соответственно, Bofeng, Pafung. Такой момент, что конкретно, допустим, режим использования, да. То есть, обе рации, в принципе, они двухканальные. Даже 5R можно настроить на одновременный двухканальный режим, то есть, чтобы мониторить одновременно два канала. Соответственно, верхняя строчка, нижняя строчка. Ну, чаще всего, конечно, они используются всё-таки в одноканальном режиме. Поэтому я для себя лично настроил, каким образом. Например, верхняя строчка. Это я делаю канал, соответственно, буквенное обозначение канала. Кстати, как это делается, тоже могу, в принципе, рассказать. Это в меню настройки вы находите пункт МДФА. Посмотрите, МДФБ у меня стоит режим частотный. МДФА – это режим буквенный, ну, имя. Соответственно, мы имеем, что верхний канал, у нас канал обозначен именно названием. В название я вбил название именно, что это канал LPD, например, 63, допустим. Внизу, соответственно, тоже 63 канал, но уже в частотном обозначении. И очень важный момент, что в больших городах частоты даже LPD каналов всё равно мало, недостаточно. Где бы вы ни находились, всё равно возникают иногда какие-то перекрытия с другими какими-то группами лиц, которые тоже используют этот канал. В частности, у меня, например, возникают перекрытия там с какой-то диспетчерской службы. Иногда где-то они издали пробиваются. Поэтому очень удобно использовать, соответственно, там есть два варианта. То есть, разграничить можно эти группы при помощи специальных кодов. Там CCTS есть каналы, есть DCTS. Неплохо бы ещё использовать и вот это вот самое разграничение, чтобы не слышать вот эти всякие посторонние диспетчерские службы каких-то там строителей, ещё чего-то. Вот это вот маленькое такое дополнение. Соответственно, у 82 Баофенга тоже самое. То же самое. То есть, такой же абсолютно режим можно включить. Вот я встал на два одинаковых канала. Опять же, один из них в буквенном обозначении, второй. То есть, в принципе, по интерфейсу внутри, да, то есть, эти две рации, они у близнецы. Конкретно про программирование. Значит, софт я использовал, соответственно, сначала не родной софт, который там был, типа, расифицированный, что-то там предлагается. Мне немножко не понравилось. То есть, несмотря на то, что вроде как была попытка сделать удобнее, но там возникают какие-то глюки. То есть, должна быть обязательно не по-русски названа учётная запись операционной системы, чтобы нормально всё программировалось. В общем, морока сплошная. Я в итоге, в конце концов, перешёл всё-таки на родной софт для программирования раций. Родной софт, он хоть изначально на китайском языке, там есть режим перехода на английский язык. И в остальном всё работает потом дальше, как часы. Никаких проблем не возникает, ни с какими учётными записями, ни с чем. Программы для программирования несовместимы между UV5R и UV82. Ну, по крайней мере, родные несовместимы и неродные я не проверял из-за того, что я их просто перестал использовать, потому что с ними другие проблемы совершенно. Но, в целом, как бы программы компактные, где-то занимают не больше 4-5 мегабайт. Файл с данными каналов, в принципе, совместим между собой. Там при использовании, соответственно, одного и того же файла можно немножечко там... Лишь некоторые настройки могут чуть-чуть сбиться, но это легко там правится. То есть, вы подгружаете файл, там чуть-чуть его поправляете и грузите в рацию. Обычно всё программирование этих раций сводится, собственно говоря, к единократному залитию файла. Единственное, я вас бы предостерёг от загрузки в рацию файла от производителя, от самого Баофенга. Там потому что идут всякие FRS частоты, GFRS и прочие, которые на территории России, соответственно, запрещены эти каналы использования. Вот. Соответственно, чтобы случайно на них не встать, не начать вещать, соответственно, тем самым не нарушать окон, рекомендую использовать другой файл с данными. Могу, в принципе, им поделиться. Наверное, ссылочка на него будет под видео. Там будут только частоты LPD и PPMR. Плюс ещё одна радиолюбительская частота, совершенно как бы тоже ничему не мешающая. Вот. На этом, наверное, всё. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok